Покаяние. Кому нужно покаяние? Покаяние нужно тем, кто согрешает. Для кого пришел Иисус? Для кого? Для тех, кто ожидает его во спасение. Кому нужно спасение? Спасение, вообще-то, нужно всем. Но кто его ожидает? Кто ожидает Христа во спасение? Оказывается, Христа во спасение ожидают не только христиане. Христа во спасение ожидают и иудеи, и мусульмане. У них тоже есть откровение о посланце, который должен прийти. И вот есть 13 сура, мусульман ар-раат. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Алиф лам мин. Ра. Это аят описания. Неспосланное тебе от твоего Господа является истиной, однако большинство людей не верует. То есть Бог говорит людям, люди не веруют. Во что не веруют людям? Вечность? Еще во что? В жизнь после смерти? Не веруют. Еще во что? Что Бог есть? Не веруют. Еще во что не веруют люди? Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть. А затем вознесся на трон или утвердился на троне. Значит, считается большим грехом неверие. Считается, что это грех. Почему? Потому что есть такие псалмы, где Бог говорит, что он открылся в своих творениях. Бог открылся. Что он есть в принципе. Вот. То есть, то, что мы видим, должно нам подсказывать, что Бог есть. Понимаете? Вот. Ну, кроме этого, вот внедряется, изучает творение Божие ученые. Они тоже многие говорят, да? Что Бог есть. Яркий пример Эйнштейн. Он точно был убежден, что вселенную сотворил Бог. Он это видел. Вот. Кому выгодно не верить. Кому выгодно не каяться, тому выгодно не верить. Даже священникам выгодно не каяться. Почему? Потому что они живут, как хотят. Потом читает Библию. Бог их обличает через Библию. Ну, они от Библии уже дальше, дальше, дальше. Уже какую-то другую литературу читают, которая им нравится. И это уже тоже не верить. Священники это те, которые святые. Да. Если священник не святой, то... Ну, понятно. Это не священник. Это волк, который разгоняет стадо Божье. И он входит не через дверь, а перелазит, написано, где Инды. Понимаете? А дверь это Христос. А Христос это Слово. И Бог оценил Слово Свое выше имени Своего. Я цитирую, представляете? И Бог открывает небеса. Какие небеса? Он сотворил их без опор, которые вы могли бы увидеть. Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть. А затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Он управляет делами и разъясняет знамения. Быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом. Как бы я хотела, чтобы в Украине не было войны. Но я когда-то её видела. Я надеялась, что она закончится там, на востоке. Но мы грешники. Мы не делали для того, чтобы война закончилась на востоке. Не делали для нас общество, другие страны. Не делали. Почему? Потому что ложь. Путин обманул. Такой лукавый. Обольстите. Сатана. Он так теряется в доверии. Ему так верят. Налицо факты. Но ему верят. Верили. Сейчас уже не верят. Когда увидели, какой ад он сотворил не сдавшейся Украине. Мы имеем совесть? Конечно нет. Вот Бог чётко показывает. Бессовестные люди видят страдания на востоке Украины. Украине нет страданий. Это они там сами бьются. А мы здесь празднуем праздники. Я восхищаюсь теми людьми, которые защищали страну. Каюсь. Каюсь. Надо было кричать об этом. Я сама, если посмотреть мои ролики, у меня что о востоке говорится? Разразилась полномасштабная война. Души наши плачут. Наши родственники уезжают. Будет ли война миром? Народы вышли поддержать Украину. От востока до запада. Выходят разные национальности. Разные народы поддержать Украину. Накладываются санкции. Россия терпит убытки. А что говорит Бог? Он есть. Но ищущим Нему воздаёт. Он тот, кто распростёр землю. Установил на ней незыблемые горы и реки. Взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Богу нужны люди размышляющие. Размышляющие. Потому что размышляющий вышел в каком-то русском городе в одиночестве. Нет войне. А пару человек неразмышляющих записывали его на видео. Это видео распространяется. И это считается героизмом. У русских это героизм оказывается. Что они вырвали этот плакат с рук и погнали его. И сказали предатель. Это размышляющие люди, которые говорят на человека против войны предатель. Если Бог говорит, что будут войны, будут глады, будет моры. Это почему? В этом дело Божье? Нет, конечно. Это человеческое. Человек от жадности начал захват чужие, не принадлежащие ему территории. От жадности, из-за гордыни, из-за какого-то лжевеличия, из-за упрямства. Люди не каятся. Почему? Из-за упрямства. К сожалению. Я молюсь, кто-то рядом не молится. Из-за упрямства. Потому что не хочет быть таким, как я. Но я объясняю людям, если вы не хотите молиться, живите. Пусть у вас будет такая вера без молитвы. Но не делайте себя лучше в других. Но не издевайтесь. Потому что вы живете в кредит. Потому что ваша энергия восстанавливает за счет чужой энергии, которые получают, я получаю энергию от Бога. Я, получая энергию, я говорю, что я получаю энергию от Бога и раздаю ее тем, кто не молится. Потому что я чувствую, как от меня уходит энергия. Чувствую, как мысли разрушают мои мозги. Да, у меня будет голова, как это злые мысли. Покайтесь. Покайтесь. Ищите буквы. На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, финиковые пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них мы создаем более вкусными, чем другие. А воистину в этом знамение для людей разумеющих. Понимаете? О чем Бог говорит? Вот благословение. Через вкус, энергии. Человек, молящийся, получает вкуснее продукты. Потому что энергия. То, что благословение. Если ты удивляешься, то удивляйся их словам. Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении? Вы удивите меня, если вы так скажете. Вопрос. Те, кто погибли, они возродятся в новом творении? Я скажу. Я не знаю. Но если ты удивляешься, то удивляйся их словам. Мы хотим снова рождаться? Обратите внимание, что говорит пятый аят о реинкарнации. Бог замысловато написал Коран для людей размышляющих. Если ты удивляешься, то удивляйся их словам. Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении? Ответ есть. Есть реинкарнация. Они те, которые не уверовали в своего Господа. Они те, у кого на шеях оковы. Они обитатели огня, которые пребудут в нём вечно. Почему оковы сейчас у людей, которые не верят реинкарнации? Знаете почему? Я долго об этом размышляла. Это чёрствые люди. Вот сейчас война. Вот сейчас война. Что думают люди, которые изучают слово о тех душах, которые погибли? И которые ещё не покаялись? Что они пошли в ад? Я цитировала злого пророка, который сказал, что война. Ну, треть человечества должно погибнуть. Абсурд! Абсурд! Злые люди убивают. Напали. Называют нас нацистами. Из-за этого они должны погибнуть? Только потому, что они называют нас нацистами? Мы должны погибнуть только потому, что нас так называют? Японский посол давал интервью. Говорит, что уже появляется информация, что Япония дважды поддержала нацистов или фашистов. Один раз фашистскую Германию, а второй раз Украину. Да. Ну да, это как раз знамение для людей, не размышляющих. Потому что, если говорить о фашистской Германии, то она нападала на другие страны. А тут фашистами являются те, на которых напали. Вот. Ну, слава Богу, Япония покаялась и не поддержала фашистов. Вот. Слава Богу за покаяние. Ну, видите, как Бог сотворил. Как Бог сотворил. Он не хочет, чтобы кого-то, какую-то нацию ненавидел. Понимаете? То есть, когда-то был вот Египет, да? Фараон, да? Который, ну, был врагом Божьему народу. Тоже, знаете, какой-то табу такой на этой нации. Якобы, понимаете? Ну, прошли уже тысячелетия. Уже всё это осталось. Теперь немецкая Германия, которая кается, да? Там Италия, которая... Ну, фашизм. Такой табу тоже. Ну, такой вот ярлык, да? На этой нации. Ну, Бог запутал, видно. Создали какого-то идола в России. Грядущий царь, как пророчество. Было... Ванга говорила о России, что там якобы что-то такое... Достойный какой-то человек должен быть. Дамка-весталка, говорил пророк Ностердама, да? И о чем я хочу сказать? Не надо гордиться. Надо сокрушаться. Я не говорю, что надо давать себя топтать и оскорблять. Не надо. Так тоже не должно быть. Не надо. Умейте защищаться. Ну, по слову. Я уже дошла до того, когда меня человека обижает, я просто уже кричу. Господи! Прямо при человеке кричала, при папе. Господи, за что мне это? Потому что человек упрямое существо. Он хочет что-то доказать, 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 что он прав. Богу нужны люди размышляющие. Звучит сирена. Я человек размышляющий, если я сижу дома? Мне страшно, конечно. Потому что якобы в Беларуси стоят какие-то странные оружия, которые уже придумали, которые все выжигают. Санцепёки, буратины, что там творят, васильки, какие-то пионы. Это все оружие назвали цветочками. Да, цинизма человека нету предела. Я проклинаю это оружие во имя Иисуса. Во имя Иисуса! Господь, уничтожь, сожги это оружие по Твоей великой милости, Господь. Пусть оно не достигнет наших городов, Господь. Ты великий Бог, великий, великий Бог. Прости нас, Господи. Освяти нас истину Твоей. Вот, пятый аят. В тринадцатой суре, извините, в тринадцатой суре Араат, гром. Видите, как Бог дает начитать Коран. Гром, война. Говорит о реинкарнации. Если ты удивляешься, то удивляйся их словам. Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении? Но! Есть предложение? Есть. Конец судьбён. Мы восхищаемся. Богом восхищаемся Его творением. Что же произошло? Что же произошло? Объясняю. Войны, глады, мор, ужас. Но это не конец. Почему? Потому что конец – это то, о чём я говорю уже девять месяцев. Десят. Конец – это то, что души Бога подсчитаны в связи с реинкарнацией. Он, конечно, выращивает и виноград, и финиковые пальмы, которые растут из одного корня, написанные из разных корней. Но Бога души не размножаются. То есть там какие-то ведьмы вытягивают души по частям, как я слышала. Будем она вынимать из него душу по частям, по 46 или, как я там говорила, вырывать. Ну, не знаю, о чём идёт речь вообще, в принципе. Но, ну, представляешь, вот так захотела ребёнка родить, пришла ведьма тебе, душу твою порвала, часть тебе оставила, а вторую часть на твоего ребёнка. Ну, разве так? Может вам ведьмы помогут ржать детей? Вот такое мне сейчас настроение. Каемся. Они торопят тебя со злом прежде добра, но ведь до них уже были примеры поучительного наказания. Воистину твой Господь прощает людей, несмотря на их не справедливость. Воистину твой Господь срок наказания. Значит, те души грешников, которые склонны к убийству, которые через века прошли, творили беззаконие, наработали себе карму. Если вы хотите иметь таких детей, это будет ад. Поэтому я не лукавлю. Говорю, что в последнее время и сейчас те, которые убивают, жестоко издеваются, те сразу в аду. Вот. Я благословляю, конечно, Украину. Пересматривала своё видео. Читала Башня Силамская. Бог говорит, если не покаетесь, так же погибнете, умоляю людей каяться, искать Бога и смиряться с той вечностью, которая есть и которой иначе не бывает. Потому что бунтовать перед Богом это зло. Неверующие говорят, почему ему неиспослано знамение от его Господа? Воистину ты всего лишь предостерегающий вещеватель. И у каждого народа есть наставник. Аминь. Аллаху известно, что носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая утроба. Всякая вещь у него имеет мир. Он ведающий сокровенные явные, большой превознесшийся. Скрываете вы свои речи или произносите их слов, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь. Днём все вы равны перед Аллахом. Есть у него у человека ангелы, следующие впереди него и позади него и храняющие его по велению Аллаха. Воистину Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Вот откровение покаяния. То есть не может Бог ничего сделать человеку, пока он не изменит самих себя. То есть получается, вы можете искать много путей, но путь только написано к Отцу через Сына Иисуса Христа. То есть опять мы говорим, что слово Иисус это одно, поэтому если хотите менять самих себя, то читайте Писание. Это единственный способ менять самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у них властелина, кроме него. То есть вот такая открывается вечность. Детей не будет. Сами можете себе представить, какие изменения должны пройти в наших экономиках. В том, что люди должны будут приобретать новые специальности, там учителя и другие. Я вижу их, конечно, в служении Богу, потому что так как люди спасения даются через слово, то слово должно звучать. Я думаю, что подчинение учителей теперь будут ученики, которые еще не знают Бога, которые будут слушать Библию, чтобы менять самих себя. Конечно, возможно, это надо будет делать в каком-то послушании. Потому что Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Я вещаю с воюющей страны. Видно, сатана действительно воюет с истиной. Вот. Ну, у меня огромная задолженность перед миром. Мои видео, конечно, смотрят. Я вижу, где-то открываю гугл. Смотрю, что мои видео смотрят. Слава Богу, появляются на новых сайтах. И слава Богу. Вот. Ну, я благословляю всех на принятие истины. Я понимаю, что это очень неприятно. Потому что сама пришла... Ну, ужас. Может, это громко сказано, когда поняла, что рождаемое заканчивается. Ну, я поняла, что это сложно, очень сложно, да? Что наши маленькие ангелочки вырастут, и у них уже не будет деток. Вот. Но ради истины, ради вечности мы должны смиряться, да? И аминь. Вот. Гром прославляет его хвалой. Извините. 12 аят. Он тот, кто показывает вам молнию, чтобы вы боялись и надеялись, и создаёт тяжёлые тучи. Гром прославляет его хвалой, а также ангелы от страха пред ним. Он мечёт молнии и поражает ими, кого пожелает. Они споят об Аллахе, а ведь он силён и суров в наказании. К нему обращён призыв истины. А те, о которых они призывают вместо него, ничем не отвечают им. Ну, вы понимаете, да? Сотоварищи. То есть, это все святые картинки. Почему я уже не приветствую православной веры? Потому что это был детский сад, так сказать. Потому что, ну, деткам в садике показывают картинки, чтобы что-то научить, там, как я учитель начальных классов, то я понимаю, что наглядность деткам нужна. Да, наглядность. Там, свечечки зажечь какие-то такие вот, дидактический материал такой, да? Но Бог живой. И Бог в слове, понимаете? Научились читать? Читайте, пожалуйста. Вот такое покаяние на сегодняшний день. Я благословляю всех благовествующих. И принимайте истину, священники. Будьте благословенны. Спасибо. 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 Спасибо.